В санитарной зоне Петрозаводска деревья рубить нельзя, даже под Новый год. Максимум допускаются незначительные рубки ухода. Прогуливаясь в постпраздничные дни в окрестных лесах, жители Древлянки, Куковки и Сайноволока там и сям натыкаются на брошенные стволы молодых елей со спиленными верхушками. На этой территории мы наблюдаем последствия коммерческой заготовки новогодних елок. Огромное количество елок, мы думали сначала, что это десятки, на самом деле оказалось, что это сотни елок, вырублены и брошены в этих лесах. То есть это не только Древлянка, но это и, как мы выясняем сейчас, это Куковка, это Сайноволок. Заготовка елок проходила варварским методом, то есть спиливались большие деревья, где-то 30-40-летнего возраста, 8 до 8 метров высотой, и отпиливалась верхушка. Верхушка уносилась, все остальное бросалось. Вот одна из этих елей здесь лежит. Петрозаводский мехлесхоз перед Новым годом продал 123 дерева. Говорят, что рубили в установленных местах и в установленном порядке. То же самое отвечает и на комбинате благоустройства, в ведении которого находится участок возле Древлянки, где мы снимали эти кадры. Однако кто-то же занимался заготовкой, причем массовой. Об этом говорят как масштабы, так и единый почерк рубок. Кстати, часть срубленного так и осталась в лесу. То ли не донесли, то ли продать не успели. Были ли подобные случаи еще в Петрозаводске до сего момента? Ну, до сего момента... В таком массовом масштабе? Пожалуй, что не было. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, то, что заготовка новогодних елок отдана на откуп коммерческим организациям. Напомню еще раз, что городские леса – статья особая. Здесь, в принципе, рубить ничего нельзя. Ассоциация Зеленых и Карельское общество охраны природы намерены подсчитать ущерб и составить акт. Далее слово будет за соответствующими органами. Что же касается непосредственных жертв преступления, не считая, конечно, всех нас, то их следует искать уже на городских помойках. Продолжение следует...